Жесткая критика за отсутствие благоустройства. Глава региона проинспектировал въезд в город со стороны Больского тракта и остался недоволен, увиденно. Дорожное кольцо больше похоже на пустырь, необустроенные и обочины. Плюс ко всему Валерия Радаева возмутила огромная пробка со стороны трассы. Какие поручения были даны ответственным чиновникам, смотрите в следующем сюжете. Часть незаконных баннеров уже убрали, оставшиеся демонтируют в самое ближайшее время. Это первое, на что обращает внимание глава региона, осматривая въезд в город со стороны Больского тракта. Проблем много, поэтому их разбирает по порядку с представителями района и городской власти. Как и лишней рекламы, не должно быть зарослей травы и сухостоя на обочинах. Валерий Радаев подчеркивает, саратовские ворота должны иметь опрятный вид. Люди едут, посмотрите, у людей. Здесь должна быть культура. В ежедневном режиме порядка 4-5 госарей Валерий Радаев работает. Собственниками земельных участков договоренности достигнута о том, что они виды работы произведут. То есть это въезд будет, я думаю, в течение 10 дней полностью приведен в порядок. Идут дальше. Здесь два кольца. Одно из них абсолютно пустое. Эту зеленую зону Валерий Радаев предлагает украсить. Например, сделать здесь альпийскую горку, как в юбилейном. То, что людям было бы красиво. Это основной въезд и основной выезд города. Понимаете, у нас не один, но он считается основной, самый бойный, самый большой. И здесь мы не можем, чтобы было вот такое безобразие. Пустырь какой-то, не пойми чего. Поэтому та клумба, она уже проведена в порядок. Ну вот сейчас мы там, я там посмотрел еще раз на въезде, где Саратов стояла стоит. Ну просто замечательно. И не надо ничего придумать. Это вечно зато будет. Сделали вечно. Вот нам надо продумать эту часть, как она здесь будет работать. Замечает глава региона и еще одну проблему. На въезде в Саратов возникла огромная пробка. Это из-за того, докладывают городские чиновники, что возле кольца укладывают асфальт после вскрышных работ на подземных коммуникациях. Такого быть не должно, подчеркивает Валерий Радаев. Говорит, в подобных случаях, где такой большой автомобильный поток, ответственным организациям необходимо бросать все второстепенное и направлять все силы на место происшествия. Самое главное, посмотреть, миллион автомобилистов. Миллион. Они едут каждую минуту и говорят, есть в городе власть или нет в городе власть. Другого они ничего не говорят. Я не раз уже говорил. Люди тоже знают. И мы понимаем. Сто процентов из нас. Сто, не восемь, а сто уже участков. Вы лучше меня знаете. Вот здесь он есть. Мы говорим, это потерпит. Вот на этом пятаке. Здесь транспорт не идет. Но здесь, когда он нигде не проедет, создаем коллапс всего этого въезда. Но неужели нельзя это сделать в чрезвычайном режиме? И зная вашу ответственность, это можно сделать. Также Валерий Радаев напоминает, что совсем недавно прошло совещание по вскрышным работам, где было поручено не оставлять без внимания даже самую маленькую коммунальную аварию. Искать возможности, создавать дополнительные бригады и делать все, чтобы решать проблему в кратчайшие сроки. Что же касается благоустройства, глава региона еще раз подчеркивает, все въезды в Саратов необходимо привести в порядок. И эти работы должны быть системой, а не показухой. Екатерина Заграничная, Георгий Спиридонов, Саратов, 24.